Один из парадоксов личности в истории то, что самые отъявленные бунтари становятся примером нравственности, порядочности и терпимости при обучении последующих поколений. Александр Пушкин – ярчайший пример неукротимого, необузданного, конфликтного характера с весьма запутанной биографией личных и социальных взаимоотношений. И тем не менее его талант покрыл все эти недостатки. И сегодня Пушкин – это наше всё, икона русской словесности. Его именем называют улицы, площади, города. Любовь к Пушкину – так же обязательно, как знание таблицы умножения. Цитирую, Миша Питунин – замечательный мальчик и очень интересный Пушкин. История этого спектакля сплетена из жизни Миши Питунина и его ненависти к Пушкину. А как же его любить, если все главные неприятности в жизни Миши происходят именно из-за Пушкина? Спектакль сплетения двух судеб – Пушкина и современного человека Миши Питунина, который с детства вынужден любить Пушкина, но у него никак не получается. А знаете ли вы, что Пушкин был дуэлянтом высочайшего класса? А знаете ли вы, что Пушкин и Дантес были родственниками? А знаете ли вы, что Наталья Гончарова была 113-й женщиной Пушкина? А что вы вообще знаете о том, кого после смерти назовут солнцем русской поэзии? Спектакль называется «Спасти камер юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфица. Пьеса достаточно известная, написана в середине 90-х годов, поэтому язык специфический, тематика такая крайне интересная. Понятно, спектакль о Пушкине. И те, кто придут и захотят посмотреть, я уверен, что найдут, услышат, увидят для себя много нового о нашем великом, о том, кого называют иконой русской словесности, называют солнцем русской литературы. Вот такой нестандартный взгляд на Пушкина представит на этой неделе Мирненский театр. Спектакль «Спасти камер юнкера Пушкина» могут посмотреть только взрослые зрители от 16 лет.